Лекарственные растения Антеринум обладает не только красотой, но и уникальными целебными свойствами, которые используются фитотерапевтами на протяжении 20 лет. Львиный зев эффективен при болезнях органов пищеварения, желудка, кишечника, печени, простудных и глазных заболеваниях. Используется также для лечения ангины и мочеполовой системы. Химический состав растения хорошо изучен. В нем обнаружены следующие активные вещества. Гликозиды, линарин, пектолинарин, ацетилпектолинарин, неолинарин, алкалоиды, триокантин и пеганин. Органические кислоты – фолиевая, лимонная, уксусная, муравьиная и яблочная. Фитостерины, пектины, дубильные вещества, витамин С, сапонины и каротин. Для медицинских целей используют кистовидные соцветия и его верхние листья. Сбор сырья производится в период цветения. Сушить заготовки нужно в тени в условиях хорошей вентиляции. Сырье хранят в холщевых или бумажных пакетах. Используют для целебных отваров, настоек и мазей. В народной медицине чай и настой цветков из львиного зева пьют при болезнях печени, вздутиях живота, отдышке, бодянке и головных болях. Одним из эффективных средств, применяемых при ангине, является отвар для полоскания. Готовится из травы львиного зева. Для отвара нам понадобится 5 грамм сырья, следует залить 200 граммами кипятка, 15 минут кипятить. Процеженный отвар используется несколько раз на протяжении дня по чайной ложке. Таким же отваром промывают глаза при их воспалении. Если этот же отвар применять внутрь несколько раз на протяжении дня по чайной ложке, то он окажет мочегонное и слабительное действие. Для лечения желудочно-кишечного тракта и от боли в желудке, приготовьте чай из листьев и цветков антиринума. 40 грамм сырья залейте одним литром кипятка. Настаивать нужно 60 минут. Процедить и пить на протяжении всего дня. От запора готовим целебный отвар. 5 граммов львиного зева заливаем стаканом воды. Кипятим 15 минут. Процеживаем. Принимать нужно трижды в день по одной чайной ложке. При болезни печени чай из львиного зева завариваем из расчета 40 грамм травы на литр кипятка. Такой же чай используют для снятия вздутия кишечника. При желтухе и болезнях почек львиный зев применяют в смеси с песчаным бессмертником и рыльцами кукурузы. Отвар из антиренума используется для промывания глаз. Берем 5 граммов сырья и заливаем стаканом кипяченой воды. Варим на небольшом огне 15-20 минут. Затем процеживаем и настаиваем час. Промываем глаза до исчезновения симптомов. Фитотерапевты часто применяют львиный зев в качестве целебного средства для наружного применения. Кашицы, ванночки и примочки из данного растения помогают при лечении грибковых образований, фурункулов, ран, ссадин и различных язв. Уникальность действия этого растения состоит в том, что в сравнении со всеми известными слабительными растениями он обладает нераздражающим кишечную стенку эффектом, а воздействует на кишечник через нервную систему. Чтобы лечение не перешло в разрушение организма, при приготовлении настоек и отваров необходимо четко соблюдать пропорции. Не рекомендовано использовать львиный зев в качестве лекарства тем, кто страдает гипертонией, диспепсией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременным женщинам и в период лактации. Растение это по праву считается универсальным, применяется для лечения и профилактики многих распространенных недугов. Помните, увлекаться самолечением опасно для здоровья, так как это растение считается ядовитым. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, соблюдайте рекомендованную дозировку. А на сегодня все. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!